Третий театральный звонок. На этот раз он звучит не для зрителей. Это сигнал начала съемок финального концерта городского телевизионного фестиваля «Голоса Победы». Запланированный на 9 мая 2020-го он несколько раз переносился. И когда стало ясно, что ждать больше нечего, жюри принял решение провести его для телезрителей и интернет-пользователей. Сейчас, мужики, все будет. Сейчас все будет. Это не просто череда концертных номеров. Зрители увидят настоящий литературно-музыкальный спектакль. Буквально за пару дней режиссер Денис Евтушенко раскрыл новые образы конкурсантов, заставил их поверить в свои актерские данные. Конкурсанты настолько вжились в роли, что и плакали на сцене, и импровизировали. Это мое личное спонтанное предложение, решение во время вот этого вот представления нашего. Ну, в общем, было запланировано танцевать, но вот я решил так потанцевать. У нас хороший был режиссер, который нам помогал, поддерживал, и коллектив был очень хороший. Мы как-то объединились, и, в общем, все вышло хорошо. А ведь могли бы и перегореть. Фестиваль стартовал 18 марта, а через несколько дней в России объявили пандемию. Но ни участники, ни жюри в том, что он состоится, не сомневались ни минуты. В душе ждала, конечно, этот галоконцерт. Но, конечно, уже все перегорело, и когда пришли на репетицию, казалось бы, ну не получится, наверное, ничего. А потом собрались все вот здесь за кулисами, и постояла, в образ вошла, и вспомнила своих родителей, всех, кто погиб. И вышла, и выдала я вообще по полной программе. Это было очень сложно. Разноплановые были и все-таки современные песни, и песни военных лет. Но при том минимуме времени, которое было затрачено на подготовку, на репетиции, я думаю, результат зрители оценят. Вот оно, долгожданное построение финалистов городского телевизионного музыкально-литературного фестиваля «Голоса Победы». Призы и подарки от организаторов, бийской медиагруппы, управления культурой и городского дворца культуры. А еще слова благодарности за терпение и талант. На сцене были настоящие актеры, слаженные, дружные, одухотворенные, одержимые великим праздником, Днем Победы. В финал фестиваля «Голоса Победы» в эфире бийского телевидения бийчане увидят предновогодние дни 30 декабря. И это будет дань памяти Великой Дате, которую страна отмечала в этом году – 75-ю годовщину Великой Победы. Марина Волкова, Иван Зяблецкий, Андрей Сигаев. Будни. Марина Волкова, Иван Зяблецкий, Андрей Сигаев. Продолжение следует...